Двигатель 1.0 бензиновый, 68 лошадиная сила. Роботизированная коробка передач. Передний привод. Машина 2008 года выпуска. Покатавшись этим летом на Смайлике, кстати, на пассажирском сидении, и сравнив его с моим фальцом, понял, что шумки в Смайли походу нет вообще, и было решение заморочиться и уделить немного внимания шумоизоляции. Два дня плодотворной работы на даче и в желтом стало потише. Установка задних подкрылок. Обратил внимание еще весной, что сзади нет подкрылок, и пришло время поставить сия бонус для Смайлика. Решил поменять штатную музыку, но если это можно назвать музыкой, на более современную. С помощью дрели и лобзика были вырезаны маленькие дырочки. Под компонентную акустику пищалки заняли штатное место в торпеде. Спереди встали Kenwood KFC и 170P с пищалками, а вот назад пойдут Pioneer TS R1750S трехполосники, лежат пока ждут установки. Но и голову пришлось заменить на Pioneer DH X3600UI с переходной рамой. Что порадовало так это подключение головы к штатной проводке. Поменяв местами только один провод. Красный с желтым. Воткнув штатную фишку в Pioneer, я чудо все заиграла. Замена штатного клаксона. Давно все мечтал поменять этот писк из-под капота, решил тоже поменять клаксон. Ну и заодно нашел небольшую поломку после того, как жена зацепила летом бордюр. Клаксон был волговский, давно у меня лежал, еще с восьмерки остался и вот нашел ему применение. Клаксон двухконтактный, поэтому пришлось нарастить один проводок на массу. Подсветка багажника. Добрался наконец-то до багажника, точнее до подсветки в нем. В принципе ничего сложного, были куплены два плафончика от ВАЗа, причем трехконтактные, как на штатном плафоне, и установлены в боковины, три провода кинул от центрального плафона и теперь свет в багажнике. Можно включить либо по требованию, либо при открывании двери, что очень удобно. Концевики, задние двери. Давно уже валялись концевики, кстати, вроде от Ланоса. Решил примерить и вуаля, встали как родные, родные, кстати, побольше. Но с установкой проблем не было, в принципе, как и с подключением. Ну и вторым шагом на сегодня была давно заезженная тема по максимальному сохранению сцепления. Врезал кнопочку под ручник, теперь все под рукой. Покраска внутренних элементов. Давно уже сидела идея о покраске внутренних элементов салона, и вот решил ее осуществить. Собственно, была куплена краска на подборе, ее же и заправили в баллон. Процесс стандартный. Зашкурили, загрунтовали, покрасили, залили лаком. В общем, то и все. В общем, в последнее время заморочился колесиками что-то. И прикупил жене кованой десули вместе с резиной. А теперь вопрос. Влезут ли 15 колеса с резиной 195-50 R15? Или будут задевать? Примерил колесики. С вылетом промо, с размером резины промо. Видно на фото. Вижу выход из этой ситуации следующий. Дешевый. Приставки. Подрезок под крылок. Дорогой сменить диски и резину. Что скажете? В общем, сгонял в магазин, купил приставки. Бегом за пыжиком и в гараж. Собственно, приставки купил 1,3 см спереди, ничего не цепляет, слава богу. А вот сзади тоже не цепляет. Но слишком близко, надо добавить пару миллиметров. Ах, да и купить длинные болты. Пора менять резину. Пора менять резину. И подумал, а почему бы не выкрасить суппорта в цвет? Тем более на лето литье будет стоять. Заехал в магазин, прикупил краску для суппортов и принялся за дело. Зашкурил, обезжирил, грунтанул, покрасил. Ну, собственно, вот что получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то выкрал время заняться машинкой, провел очередное техническое обслуживание. Собственно, поменял маслицы, фильтра, свечи. Салонный фильтр совсем устал, что я только в нем не нашел. Субтитры сделал DimaTorzok Но вот и меня постигла проблема неисправного реле в блоке управления электроусилителя руля. Проскинув мозгами, подумал, что самый дешевый способ найти в продаже эти реле и перепаять. Но обзвонив пару десятков фирм, выяснил, что их давно сняли с производства, но кое-где на складах за бугром есть в наличии. Потратив пару часов на звонки и переписки, результат на выходе оказался нулевой. Сев снова за комп наткнулся на интересный сайт Евроавто, где в наличии оказалось аж две штуки и ценник на порядок ниже. Субтитры сделал DimaTorzok